Приветствую вас, уважаемые друзья, дорогие зрители канала Александр Всевохоби. Сегодня хочу с вами поделиться одним довольно простым, но вкусным рецептом. Для этого нам понадобятся макароны, две банки белорусской тушеночки, смесь приправ, две небольших луковицы и одна морковь. Данное блюдо я называю или завтрак туризма, или обед богатого студента. И готовить его я буду в Казани. Начинаем готовить. И для этого нам понадобится морковь натереть на крупной терке и мелко нарезать лучок. Быстренько обжариваем натертую морковь и мелко нарезанный лук. Доводим до пассеровочки. А пока у нас морковь и лук жарятся, мы подготовим наши макароны. В разогретое масло добавляем, высыпаем наши макарошки. И постоянно перемешиваем макароны в Казани, не давая им подгореть. Сейчас я их перемешал, чтобы они равномерно смазались маслом. И начинаем обжаривать. Когда видим, что лук и морковь пропассеровались, хорошенько всё перемешиваем. И выключаем газ. И ждём, пока прожарятся наши макароны. Теперь главное постоянно помешивать макарошки. Видим, что они немножко уже начинают поджариваться. Главное за этим внимательно следить, чтобы они не начали подгорать. Когда увидели, что макароны уже побелели, всё хорошенько перемешиваем и накладываем морковь. Хорошенько перемешиваем. Уже видим, что наши макароны начинают немножечко подгорать. И сразу же накладываем нашу тушёночку. Вот так вот презентабельно она выглядит. Вот с таким бульончиком. Всё это делаем быстро. Вторая баночка тушёнки. Как видите, немножко жирка. Хорошенько разламываем куски мяса. Тушёночка белорусская. Мясо натуральное. Всё делаем быстро. Хорошенько перемешиваем. И добавляем наши приправы. Приправы добавляем по вкусу. Тоже не сильно переборщить. Я потом ещё попробую. Если мне не будет хватать приправ, я добавлю их ещё. Кто-то любит поострее делать, кто-то не любит острое. Поэтому тут я посоветовать вам ничего не могу. Но блюдо, как видите, делается очень быстро. Примерно 10 минут. Это всё делается. И теперь заливаем кипячёную воду. Так, чтобы закрыть макаронки. И закроем всё крышкой. И пусть это как бы тушится, варится. Под крышкой. Чем мне нравится, друзья, готовить в моём казане домашнем, это тем, что у меня в казане есть вот такая вот уникальная крышка сковорода. Очень удобно. Ну а теперь подождём минут 5-6, засекём время и посмотрим, что у нас получается. Прошло 5 минут и посмотрим, что у нас получается. Аккуратно, чтобы не обжечься паром водичка. Выкипает. Хорошенько перемешиваем. Всё отлично получается. Теперь выключаем газ. И опять закрываем крышкой. И дадим потомиться ещё минут 5. Прошло 5 минут. И теперь можно приступать к дегустации данного блюда. Так вот, всё аппетитно получилось. Такая вот красота, друзья, получилась. Идёт ароматный, вкусный запах. Запах приправ, тушёнки. Я вам даю 100%. Вам данное блюдо очень понравится. Рекомендую для холостяков. Очень вкусно. Готовится быстро, без каких-либо проблем. Но намного вкуснее, чем просто вареные вермишель, вареные макароны. Я уверен, вам понравится. Не бойтесь. Приготовьте вот именно макароны с морковкой, с луком, с приправами. Это очень вкусно. А тем более здесь, как вы видели, две банки вкусной, хорошей тушёнки. На этом, друзья, видео заканчиваю. Всех благ вам, вашим близким. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok